Продолжение следует... 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 Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Толкование. Почему Дева, слышавшая прежде от ангела благовестия, не открыла ему сего и, видя обручников смущений, не разрешила его недоумения? Почему и ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? Для чего не сказал, говоришь ты, для того, чтобы и Иосиф не обнаружил неверия, и с ним не случилось того же, что с Захарией? Нетрудно поверить делу, когда оно уже перед глазами. По сей же причине молчало и Дева, ибо думала, что не уверит жениха, сказавши о необыкновенном деле, а напротив, более огорчит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Тотчас приводит ему на память Давида, от которого рожден был, от которого должен был произойти Христос, и не дает ему оставаться в смущении наименованием предков, напомянув об обетовании данном всему роду. Сказавши же, не бойся, показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, содержа в доме как бы прелюбодейную. Изрекши же имя Марии Девы, ангел не остановился на всем, но присовокупил жену твою. Сим именем он не назвал бы ее, если бы ее детство было раскинуло. Женой уже называет здесь обрученную, что значит принять, то есть удержать у себя в доме, ибо Иосиф мысленно уже отпустил Деву. Ее, говорит ангел, поручает тебе Бог, а не родители, поручает жене для брака, но чтобы жить вместе с нею, вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее Богородицу ученику, так ныне поручается она Иосифу. Ибо, говорит она, не только чиста от беззаконного смешения, но и зачала в очреве сверхъестественно. Посему не только отложи страх, но и возрадуйся. Родившаяся в ней есть от Духа Святого. Дивное дело, превосходящее человеческое разумение и превышающее законы природы. Спасибо, Господи, и спасибо, Христос. А болячие, пожалуйста, на подмечении? Всех помянули? Ой, не всех помянули. Вот Анастасию тут вопрос. Владимир, наверное, у некоторых, что за Анастасия? Это Игнатия Тихоновича просилила Елена. Скрынник. Ага, скрынник. Это дочь, когда ей должны на сердце делать операцию. А, маленькая. Да, маленькая. Так, еще один момент такой. Звонила Мария Яковлевна, и ей звонила Наташа Приходько. Там, Валерий, сделали еще химию, но ему плохо, совсем кровь что-то там шла у него, и плохо ему. Но он все равно их возит, вот по ночам. И она работает там в этой клинике. Вот. И ей нужно, конечно, срочно сдать на вождение машины самой. И 10-го числа, вот 10-го января, будет у ней сдача экзамена. Очень просила, чтобы все помогли. Раиса Николаевна просила всем передать поклон. Болеет. Вот все у них, все болит, говорит, не знает, в чем дело. Сил нету, говорит, и желудок болит, и, в общем, вся слабость. Мы все, мы вот у кого были, у старец наших, все, в Проведывале, все передают низкий поклон всем. Молятся они за нас, и днем, и ночью они стоят молиться, так что за них тоже молитесь. Ну и мама моя тоже, Валентина, тоже всем поклонили. Она уже просила молиться, она после праздника пойдет опять по этому делу, по ее. Этот племянник так и не приезжает, вроде пообещал, потом что-то и это. Доверенность ей прислал, но вот она с доверенностью еще раз пойдет. Просила тоже помолиться, чтобы это дело как-то закончилось уже. Что с вашей внучкой, мы не знаем. София, внучка моя София, намного лучше. Ее уже давно выписали из больницы. Сейчас ей приезжает делать домой массажист, потому что у них нет возможности работу бросать на кому-то, возить ее. Ну понятно, слава Богу. Поэтому учится по скайпу. Во всяком случае, учительница сказала, что у нее отставания от учебного процесса небольшие. Хорошо, слава Богу. Но молиться все равно надо, потому что ее до сих пор хирург не выписал. Понятно, понятно. Главное, чтобы она в школу не выписали ее еще. Слушала ваши слова, Иван Гекцович. А еще я, одну секундочку, еще по поводу Барышниковой. Она сделала ревизию своих припасов. В погреб залезла, много мышей. Просила тоже, отравы всякой наложила, но просила молиться, чтобы у нее сохранился урожай хотя бы до весны. Я хочу всех поблагодарить, кто за меня молился. Ну, в общем-то, у меня такая мысль, что посеешь, что и пожмешь. Вот, я как-то себе отношусь. А слава Богу за все. Так что у меня вот такое все нормально. Такое было от братьев, я не помню, кто-то, кто-то сказал, что Вилла Степанова все время опаздывает. Она одна шла, вот и вот так вот получилось. Постарайся не опаздывать. Как в последнюю минуту заходишь сюда. Да, вот у меня и говорю, что у нас есть, что и пожмешь. Ну, это не относится. Еще? Еще у кого есть слово? Да, брат. Я прошу помолиться. Мне брат Алексей прислал ролики о плоской земле. Вот о нем прошу помолиться. Я думаю, что он не только мне присылает эти ролики, смущаясь из сердца простодушных. Роман или нет? Да. Со мной вопрос он решил уже, все мысль, друзья. Ну, я живо, враги не записываю. Я просто знаю, чем это закончилось с Романом. Молит и нуждаются. Еще у кого есть слово? Простите, но геолог в плоскую землю, это мне надо очень далеко вниз опуститься во временной шкале. Еще у кого есть слово? Роман Тихонович. Да. Попробуйтесь. Поговорили. Поговорили вот о подачи. Анастасия, девочка маленькая. У меня операция в феврале. На сердце. Ей уже делали. Просто для себя. Возьмите так. Вот Татьяна Кузьминиша спрашивает, я записал болящего Александра. Напоминаю, ни одного вроде больного нет. А потом вспомнил. Близкий человек говорит, у меня отец болен, Александр. Ну, верит, но так слабо. Я ничего не сказал, но он помер. Так что... Ну, молиться-то, собственно, как теперь? Вот. Я на столе принес календарь. Посмотри, кто-нибудь возьми, подними его, чтобы видно было. Величину его. Вы бумагу пощепайте, это как пергамент телящий. Я такой бумаги еще не видал, как картон. Сколько талантов Бог дает. Это в Барнауле объявили год литературы, 2015-й. И вот улица как называется? Улицу фотографируют, допустим, вот мы находимся где? Ну, улица, определенно. И они этого писателя или поэта рисуют, и как будто он здесь стоит, в этой улице. Пушкина улица. Пушкин сидит, там к нему дети подходят. Короленко несет, сам Короленко и несет обувь. А рядом, там действительно, сапожная мастерская. Никитин, значит, там храм идет Никитин. А внизу календарь идет, календарь. Это сколько же рисовать надо так было. Как живые, вот посмотрите. Пушкин. Я такого календаря не видел, никогда еще. Никитин. А может быть он единственный. Вот на Никитина идет Никитин. Рядом храм. И он верующий Никитин. Иван Савич. Ну, потом посмотрите, положите. Сюда. Вот сколько незримых талантов рядом с нами. Это в Барнауле отличается. Мы с Веркого фотографировали. Тут вот дом, я не знаю, 16 этажей, кажется. Я ушел туда, залез, пока их в обед никого не было. Лестницы, такие там стремянки. На самом деле, залез и все снял. Ну, и маленький дал там каменнике. Какой Барнаул красивый город, когда смогу нету. То есть, дыма. Так. Мы вчера с Володей путешествие сделали вместе. Я пошел по мысли Татьяне Кузьменичне, где там гости. Ну, не увиделся я с ними, они там приболели или что. Дальше поехали к Щукиной. А она, Нянила Алексеевна, хлеб стряпает. Уже 7 лет, наверное, 7-й год. Ну, она так примерно сказала. И мы посмотрели, как у ней что. Как она делает. Я попросил завести хотя бы одну лепешку, показать, как. И все это засняли и выставили. Ну, ничего особенного нету. В столе сегодня уже полторы тысячи человек только посмотрели. Людям это интересно. Вот вы снимаете все, и мы можем увидеть процесс, как идет. Вышли на улицу, там, на почту зашли. Володя книги вот эти вот просят люди заранее оплачивать. Квитов высылают, снимают. И он отдает. Приходит там. Номер идентификации дает такой. Я сразу сообщаю, кто книги эти берет. И они могут следить, где там пересадка. Если сколько поворотов, так, пришел на разборный пункт такой-то, на распределитель. Туда-то, туда-то. Я их поблагодарил. Вот мы посылали по порядку. Вот возьми. Возьму далеко. Америка, Австралия, Испания, Англия. Ну, не считая тут Германию, Францию. Ни разу, нигде не потерялась ни одна книга. Она все как запечатывается, все заснял. Я не улыбается. Я попросил благословения у них. И ролик уже выставили. Вот некоторые говорят, я не хочу, чтобы это... Еще раз повторяю. Знаете законы. Это очень полезно. Я натолкнулся на таких людей, которые не знают. И при том, нигде это в администрации. А снимать нельзя. На каком основании? На том основании, что вы закон не знаете. 330-е правило уголовного кодекса на вас сразу падает. Дальше. 19-1 гражданского кодекса вы нарушаете. Или умышленное заблуждение вводите людей. Пять называемые всегда. Запомните для себя. Первое. Закрытое заседание Государственной Думы. Ну так понятно, раз оно закрытое. Закрытое партийное собрание. Второе. Таможня. Вся территория того же, где с одного государства в другое. Это действительно так. Мы ездили. Не надо на это дальше говорить. Сказали нельзя. Значит нельзя. Третье. Военные корабли. Четвертое, пятое. Там пять мест. Это электрификация, где в министерстве в самом снимать. И газификация. Причины я не знаю. Ну иногда даже мысли приходят, что там больше всего уплывает на деньги куда. И чтобы не увидели, где истоки. Вот. Теперь по интернету. Скоро у нас там написано, как заходишь. И отдаем отчет, что там и как сделано было. Как Господь нас благословил. Люди на пустяках где-то идут. А к нам идут те, которые желают что-то знать. Какие вопросы задают. Вот кто-то задает вопрос, а он берет второй том, открытым окном, зелененький лежит. И мне задают вопрос в университете. Как вы боретесь с грехом? Дальше. Как это вот воспитание на детей? И три вопроса задают. Ну если бы это отвечал Осипов, или там человек с таким образованием, он бы ссылался это. Я ничего не могу сказать. Я сказал только пять томов добротолюбия. Он берет, перепечатывает до буховки туда. А это на весь интернет идет. Пять томов добротолюбия. И далее. А далее я смотрю, как Бог учит. Первый урок. У Господа Бога сколько учеников там было? Один ученик. Ну вторая-то там, считай, первокласски нет. И Бог предупреждает. Запрет. Не кушать. И далее самое суровое наказание. Изгоню из рая и умрешь. Урок окончен. Вот как Бог вычет. И не просто умрешь, а все умрут. А говорят, а как же так, а Еноха или я? Да они не умерли, но они придут и будут убиты. И с полной дня лежать на улицах Иерусалима. Водами все умирают. Сегодня показывают, что 100 миллиардов умерло за это. А там всего ничего. Божья мера совсем не наша. И мы это должны знать. Быть очень осторожны, где слово Божье нарушается. Вот брали интервью у Елены Полипепиной. Она была на ГТРК. А все это стоит у нас. А теперь это переводят на другие языки. Я не знал это. Переводчик называется. Две графы. Я хочу с какого языка переводить? 95 языков. 95. И китайский, и японский, и грузинский. Я ткнул русский. На какой язык надо перевести? На английский. Вторая рядом рамочка на английский. Я вставлю туда, ну, я уж не говорю, какой материал. Большой материал. Стихотворение. На перевод требуется примерно полсекунды. Все выставлено. Но это машина. Она бывает и не знает как. Я говорю, Игорь. А она не знает по-английски. Игорь нет имена. Она пишет Игоря. Может, действительно в этой фамилии что-то выменяют. Но она не знает просто. Я говорю, Лагистан. А у них этого нет. Бедный язык. Великий, могучий русский язык имеют. Они не имеют. Они кант-кант два раза. Лагерь, лагерь. Она не знает, что там поставить. Я на французский перевел. Она некоторые слова вообще по-русски оставляет. Не знает перевода им. Какой наш язык богатый. Я беру только из того, что из моих стихотворений где-то. На этой неделе я этим занялся. Но посылая конкретному человеку, я не совсем доверяю. Попытался, что знаю. Знания какие-то остались. Крохотные, маликусенькие. Я отсылаю в Америку, которые там русские, английские знают. Чтобы они проверили. Снова мне горжули. Тогда я адресату посылаю. Вам интересно это? Да. Теперь дроботы. Поднимите руку, чтобы я видел, сколько вас здесь. Так. Дроботы еще кто? Ваня. Еще кто? А где больница? Вон нахуй. Енафа поднялась. Так. Пусти. Вам, как говорится, на роду написано. Знать больше, чем мы. Что такое сурдопереводчик? Скажи. Переводчик. Переводчик. Вот когда переводят, здесь говорят, я гляжу, у тебя руки опущены. И не почему-то. Маленькие знания. Сурдопереводчик это настоящий работник. Вот я видел, передача какая-то идет, говорит кто-то там. И она в уголке маленькое место, и она машет руками показывает. Специальные уроки есть. Вы попросите наших программистов, такая программа есть. Каждое слово, иногда предложение даже, одним взмахом руки. Как поставить пальцы, как махнуть, куда. Все. Я занимался, мне уроки добавила, Света Клюй была здесь. Я тогда переводил для них, а теперь нету, я гляжу, подрастают. Пускай. Заниматься надо очень хорошо. Я захожу иногда, Тамара сидит. Она здесь сидит. Ты переводи ей. Я хожу не то, что мне ходить охота, а смотрю, обихаживает ее или нет. Все раз сидит, один человек, никого нет, она, Алифтина Пателеевна, она пишет. Ну что, разве успеет она писать? Из-за того, что вообще не могут перевести. Сурдопереводчик практически, ну, отдельные слова-то может сказать, она успевает переводить. Будьте профессионалами своего дела. Вы четверо. Возьмите этот материал и уроки начинаете учить. Не нужно еще, Свету, она придет, она поможет. Ну, нельзя так вот. Научились пойти, поесть, сходить в туалет, привязать собаку. Ну, это мало. Переводить синхронно. Вот есть такие переводчики, которые, он думает, забыл какое слово, она не знает. И что получится? Допрашивать немецкого пленного офицера. Ты Гитлера признаешь? А он говорит, конечно. О, да, конечно. Ну, ты его выкормишь. Она не знает это слово как. И переводит воспитанник. Сюхли. И он, ой, 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 ой. Она пригвоздила его, было этим словом, выкормишь. Куда ты пришел в чужую страну? Она говорит, не знает это слово. Переводчик должен это знать. Вот Стурай был такой, он где-то в Испании был. Он с одним на охоте был и говорит, ну, мы давно дружим. Ты как думаешь, я кто? Я не каиде, я не каиде, я каиде, я каиде, я каиде. Ну, кто? Убийник. Ну, испанец. Он говорит, я русский, я коммунист. И он, никто не может узнать, что он неприродный там. Я вас побуждаю к тому, чтобы вы всегда сгодились. А такие глухонемых у нас еще очень много людей. Вот я хотел сказать по интернету. Молодые люди говорят, а интернет это от сатаны. А я говорю, у тебя сколько-то роликов есть, ты работаешь? Нет. Ну, а как ты можешь об этом судить, когда не знаешь ничего? Они в фигу ужасов смотрят. А что там показывают? Не кто-то, а доктор богословия, о нашей работе в этой, говорит, тысячи, не сотни, а тысячи людей пришли в православие. Я каждый день получаю, не знаю даже, никогда не слышу этих людей. Даже за рубежом где-то приезжают иногда, крестятся. Мы через интернет нашли и не выходим сейчас. Мы столько мы узнали, другим передали. Об этом надо помолиться. Тим Бернесли, Тимофей. Мы каждый день молимся, Бога благодарим, что Он это изобрел. Теперь, на этой неделе, день назад, позавчера, здесь сделали братьям горку. Я это заснял все. И получилось 6 роликов. Снимал, потом ходил, но снег кидают, что там все время смотреть. А меняют они работу, там начинают за водой ехать. Андрюша тут помог, ездил за водой, тут пересылал колонку. И дальше, как они мокрым снегом, это необходимо. И люди заходят и смотрят. Самые отрицательные. Положительные все. Но на один ролик абсолютно 100% все отрицательные. Там, где один из тех, кто был, разговаривал с детьми. И всем видно было, что разговаривает грубо. И сразу на этого человека нападают. И все, и внешне. Будьте осторожны. Тем более с детьми. Так вы сами будьте осторожны, Игнатильныч. Не выставляйте этот ролик и все. Раз уже заведомо ясно все. Что будет? Вот это не воздержание. Говорит, лучше говорить завоевателю города, но я еще владею собой. Я еще не сказал только, почему взрывная такая волна пошла на меня. Я промолчу. Но тебе не легче от этого будет? То есть трогать нельзя, это даже... Мне будет очень легче. Знаете, на других местах, где так вот прерывайте, сразу выводите с зала. Будьте внимательны к этому. Значит, на больших собраниях, где вам давали слово, не приходилось быть. Там такие могут вам быть слова. Ты выдержи. И потом посмотри, что из этого будет. Я говорю, что отзыв такой ты не знаешь, я подсказываю. Никто бы и не знал. Зачем это? Чтобы нас говорили, на воре шапка горит. Сказали? Промолчал. Для себя взял. Господи, если это так, да, исправится. А если не так, все равно, господи, люди хорошо задели. Они хотят. Поцелуй за намерение, как златоуст говорит, если ты в этом даже не виновен. Я говорю из практики то, что есть. Никому ничего не имею. Но хочу ко всем сказать. Дети будут кататься, они будут спрашивать, куда катиться. Будьте с машинами осторожен. Прямо под машину катился ребенок, попал. А он не видел. Невольное убийство называется. Дай сигнал, разворачиваешь еще раз, выйди и кого-то поставь рядом. Потому что тот мог не услышать, и ребенок... А горка хорошая. Он так и влетит. Будьте аккуратнее. Хотел рассказать об одном слове экономия. Или у нас слишком богатые люди, или безразличные. Заходишь, свет горит, днем. Потеряйки в один дом, я захожу, днем. Жара. Облака нету. Примерно семь лампочек горит целый день. Зачем? Притом все время. Сирахов говорит 19-1. Кто ни во что ставит малое, ну малое там копейки, мало-помалу придет в упадок. Немец никогда не будет это делать. Он пушинку собирает, пушинка пушинки, подушка будет. Вот о чем Солженицын пишет. У нас расточительство какое-то. Я особенно задумался, когда он сидел в камере, и в это время передавали речь Горбачева Михаила Сергеевича. Он вернулся из Иркутска и сказал, несметные наши сокровища развратили нас. Слово развратили по отношению к нации я никогда не слышал. У нас пресной воды тратится на человека в 70 раз больше нормы. Но у него данные, я не оспариваю их, это невозможно. Я где ездил, и действительно, везде как-то смотрят, у русских еще что-то где не так, с броском поехали, говорит, Сургут там, батюшка ездил, там бульдозера, машины, закончили, бросили в сторону, лишь бездороги столкнули. Техника завалена, как после Курской битвы где-то. Ну и на БАМе, говорит, та же история, хотя я не видел там. Вот, я в прошлый раз говорил, что мы тут искали его Стив, по-нашему Степан, Митчелл фамилия. Думает переехать сюда, и уже землю ему там купил, который посредник где-то. А второй, который, Джастаст. Волкер. По-нашему я посмотрел, это буква И, это, например, Юстин, Юстин, его звать по-нашему, вот это, Волкер. И он где-то два года жил в Юрке, здесь, да не в одном месте, с одного места на другое. А вчера выстроил ролик, построил домик. Ну какой домик-то, как у них делают? Там утеплитель тоненький, не то, что у нас полтора метра. Дай Бог, чтобы как-то у него было. Но что больше всего не нравится, на 90% наверное он снимает с себя это, это хохотание. Он говорит, я стал, раз, взрыв! Я стал спросить в Америку, а что это такое у вас-то? Это нет, говорит, это было 50-е, как были харизматы, и подсаживают демона особого. Святой евангельский смех. Говорит, не о чем Бог, агала! И опять спокойно, дальше говорит, опять говорит, агала! И он не может еще с собой сделать. Это демон. Будьте осторожны со смехом. Ян Затуз говорит, ты раздеваешь рот и не думаешь, что он демон вскочит в тебя. Горе смеющимся ныне и блаженны плачущие. Надо из всего извлекать полезного. Вот об этих людях помолиться. С этим связали, а тем уже переписка устанавливается. Он уже спрашивает, есть ли дома продажи и как земля. А дома что? Большая семья, 14 детей. Ну, там половина у него приемная. Дом стоит. Я Виктору пишу, ты думаешь дом продавать или как? Он заколочен, мы летом бились-бились с травой там у него. На следующий год. Когда на следующий год? А сколько ты за него продать? Я уже конкретно. Нет, значит, сейчас заплатим, мы можем сказать, для него этот дом как хороший. Ну, Виктор на этом остановился. Во-первых, это дает какую-то надежду, что, видимо, оставляет на всякий. Я говорю, если ты приедешь и дом не будет свободен, ну, вместе все что-то построим, я тоже в этом буду участвовать. Ну, отказали, значит, откат. И поэтому как-то Бог бы разрешил эти вопросы. Там есть дома, которые на продажу, но они небольшие. Ну, в двух домах он не будет, не знаю. Ему все понравилось, что он видел у нас. Абсолютно все. Вот он как по форме, как он одетый, как будто из нас вышел. И такие вопросы задают. А как вы относитесь к старобрачным? А вот когда бывает развелись такая вина? А если это? Много времени о семье и о войне. А вот как вы неспротивление злонасилиям толстовцам? Как о Толстой? Как? Я на все сколько мог ответил, зарядил, перевод сделал, отослал, чтобы там перевели, убрали какие. Подержите. Ну, чтобы Господь как-то усмотрел дальше. Вот в прошлый раз я говорил, отдельно, когда батюшка был, о чем говорили. Это все вот тогда состоит. Люди считают, которые понимают, это как откровение Божие, что Бог дал. А когда начинают что-то говорить, говорят, а я вообще не в курсе дела, кажется, не в тему и никуда. Будьте с этим осторожны. А как так понимать? Туда нас затянуть, это смерть. А те, которые знают, им легче там работать, нам никак нельзя. И люди это понимают. Выставляет второй ролик, называется «Позор церкви». Я думаю, что же там такое может быть? Представьте, гонечники или ДСП там, он сидит, священник с Христом, 25 лет, примерно, опрокинутая машина по Москве, где он гнал со скоростью 140-180 км. работает рабочий. Он сразу двоих насмерть задавил. Третий лежит в реанимации. Это поп. Ему машину поставили на колени. Девять видеонаблюдателей, которые там место с разных мест захватывали. Теперь из дела они все исчезают. Первые свидетели, которые видели, из дела, которые в прокуратуре исчезают. Это мафия церковная и мафия мирская срослись вместе. Давно я считал об этом комсомольской правде самая страшная церковная мафия. И нас туда тащат. Нам это надо. А я к этому отношусь. Мы отдельно были регистрацией. Нам Бог показал удивительно. Те не имеют власти, и признаем епископата прищаться можно. Такую обстановку нельзя придумать. И мы не хотели ее. Бог сделал так. Потому что они из-под сукна новые-новые уставы поднимают. Если по их уставам новые сейчас приняли. Георгий титов-то от них сразу ушел. Они менять могут наш состав. Тут как угодно. Батюшку завтра кинуть хоть на Камчатку хоть куда. Нам это надо. Они сегодня не имеют одновременно власти. И на это все-таки патриарх сказал. Различные вот эти как у нас есть. Это показывает таланты, которые Бог как будто специально про нас говорит. Это Бог делает. Тем более если бы я хотел присоединяйся мы все признаем. Мы согласились на том, что было принято когда вы ездили в Америку. Обсоединения речи даже не было. Ни о каком. Это все из-под сухна стоит новый. Причем политиканы. А сегодня вместо живого нет их долбят. А нас никаким образом никто не может взять. Сам Бог показал этот путь. Я так всегда понимал и с сидеть спокойно. Если ты любишь это соблюди. Будь внимательный к этому. Еще кто знает Митар Тарабич? Так руку поднимите чтобы я увидел. Митар Тарабич. Кто это? 2 тысяч человек. Кто? Да серп. Святой серпский предсказатель там был какой-то века два назад. 17-й Да нет не века два. Как века два? Ну рядом. Где то да он говорил много о Сербии все он простой христианин и говорил о мировых событиях и как только это напечатал священник на меня сразу пошли письма а вот это он сказал о вас о вас сказал конкретно на севере будет маленький человек там будут у него книги будут проповедовать о любви и столько лицемеров вокруг него будет ему будет тяжело но будет так как Господь сказал не я придумываю это люди прикидывают об этом говорит Сергий Строгородский в особо большие измышальные моменты Бог будет выдвигать людей которые ни в один стандарт ни в один шаблон не будут входить а только двигаясь собственной инициативой ни под какие правила не будут подходить чтобы вывести народ из плена митрополит митрополит Сергий строгородский ну а тут и говорить не надо волной на меня пошли ни к себе ничего не применяю но слишком близко поэтому то что нам Бог дает я считаю это наше детище община и порядок который там люди не принимают они принимают они лучше ничего не находят мы всегда просим дайте лучший совет который был вы знаете Муравлев был и не так батюшка батюшка сразу же к нему пожалуйста как а вот мы слышали Игорь съезди там можно оплатить тебе командировку а я никого не знаю батюшка не такое а какой ты хоть напиши нарисуй чтобы я знал батюшка я тоже спастись хочу никто не один а почему кончилось чем дети не верующие а то в Америку сам развелся в Таиланде миллионером стал куда пришел ну ну вперед то можно было маленько я вот смотрю за это почему в России ни одного пророка не было ни Анкараштадский никто не сказал то что сказал Григорий Пимович Распутин единственный был и ни на кого не было таких нападок за 20 тысяч лет как на него избрали его жертву масоны через него свернут царя он говорил папа царя звал не начинай мобилизацию я лежу в больнице и женщина там ножом пришла что-то просить и ножом ударила его он при смерти лежал не делай мобилизацию на меня покушение если простые люди меня убьют никакого изменения нет если есть дворян два года в России будут смуты если кто-то будет из царской родни полностью царское семейство все будет истреблено и Россия вся будет уничтожена так и получилось а сегодня безбожники там разные поздно и говорят может это позднейше написано нет уже тогда было написано люди праздновали когда его убили но случилось так как есть я думаю вот Гитлер искал всех которые магов волшебников собирал ну есть такой фильм Вольф Местинг и он первый сказал вижу свастику над странами Европы где Гитлер очень понравился это фильм но в одном из выступлений его спросили а что будет дальше в Германии и он впадал в транс играет один там князь фамилия его артиста еврея это Местинг настоящий портрет смотришь и он сказал Германия когда вышел из этого он в зале смотрят там за ним следят с этого момента его убить уже будут давать 200 тысяч марок и Гитлер чтобы их нашли убили там он усыпил всех стражников ушел и в Россию он сказал Германия будет разбита почему из тысячи магов которыми Генри Геймлер владел это главный идеолог был не считая Гесса почему не сказали чем ты закончился вот вы начальники Риббентропа вы в петле будете висеть ты своим пистолетом себя застрелишь или где-то будешь скитаться Борман уж нахли около вокзала зарытым почему никто это не сказал почему не сказали Ленину чем он закончится Сталина ни одного так неужели не было людей были такой был Авель монах и он сказал вот этот царь он закончит вот так как это царь сказал сразу его в каталажку но случилось как есть он сидит 7 лет в ряду сидел новый царь а что будет дальше тебя убьют табакеркой табакеркой ну да Парел первый я тебе к примеру говорю его опять посадили Павла убили мы видим что исполняется дальше что на дальше что и он дальше говорит какой последний царь будет через 100 лет и с чем это закончится и они это поместили особый к общежит дальше в место прямо там в зимнем дворстве когда огорожено прикоснуться через 100 лет через 100 лет открывают пожалуйста все как есть а человек сидел за что нет пророка негонимого в своем отечестве не надо шаблонно мыслить деревянными мозгами надо вперед и сказать откуда берешь Бог это дает это Бог открывает вот я говорю мои вопросы берут а их 4124 в интернете люди на эти вопросы отвечают Бог закончил первый урок Адам потерял а далее а далее на всех так я говорю и мне Господь сказал я тоже тебя избираю слушайся меня вот тебе мое слово не будешь слушаться я тебя так же накажу я показываю я не знаю что Осипа бы сказал не забывай я жду тебя домой чаще звони я отвечу Иеремия 33 и 3 взывай Господа он ответит тебе этим заканчивается вопрос его из тысячи вопросов сегодня подняли на это почему просто и понятно мы идем по пути которым шел Адам внезапно Господь нас касается как спросили а как ты епископом стал а у Бога так на кого плюнет слюна попадет тот епископ а почему слепорожденных когда слюни Господни были там так я и стал епископом вот о болезни как определить человек болеет или не болеет изменения в организме идут старики непрерывно жалуются не на что купить лекарство зачем его покупать ну машина вся старая старая легче купить новые говорят а там уже чинили-чинили и что делать с ней ну и любая вещь которая вот у меня даже сто заплаток но рано или поздно садить некуда раздираешь и дараешь еще больше ну рубашке 35 лет ну ясное дело что когда-то надо ее бросать так и здесь мое мнение после 60 лет по пустякам не лезьте туда им легче дать укол чтоб ты говорит не проснулся мне подходит и говорит ну маме вызвали и она мама еще только не что заболела только а укол поставили уехали говорит она сразу умерла а может и не имеет отношения к этому это не кто-то моя теща поэтому лишний раз не надо лезть надо просто учиться благодарить за то что есть земля зовет по-моему матерь наша загружилась упала в канаву ничего не сломала почему кальция хватало ошла до их коров колхозных пришла домой ооо я упала никто меня не убил я обернулась никого нет это земля зовет все кончается с радостью с такой с радостью надо ждать смерть для нас это встреча с господом вот сейчас сказали там отравы сыпали когда самый хороший способ это кошка египетское чудо-совершенство вот мы сидим а под нами три кошки здесь беспризорные здесь были видны из одного семейства у меня тоже три у Надежды Васильевны три почему голуби мыши мыши нету первый день когда приехали смотришь мышкой играет вторую у Надежды Васильевны прям сверху мыши падали здесь батюшка отравы насадил мы не можем пустить но тут они все очистили как есть а почему ей в природе это положено в нее бог это заложил чужой заходит она спряталась а собака залаяла надо научиться смотреть на тайны которые бог заложил в окружающий нас мир вот человек гонит лежу он гонит скотину дома зарядил загородил колючей проволокой ну и такое расстояние между ними а калитку не закрыл корова зашла к ему что-то потоптало он палкой гонит ее я кричу что ты делаешь остановись она зашла остановись она не видит проволоку почему в природе нет проволоки тем более колючей она хватает за выми выми осталось на этой что ты сделал я же кричал тебе ну куда она лезет другой провода это потеряют все жители другой провода увидел у него на земле на провод то может корову а пусть не ходит где не надо в природе нет электрических проводов заложено то что бог сотворил то у нее есть она не будет есть ненужную траву белью белья стоит а корова ее не ест даже голодной не будет а человек может не знаю запарить поэтому надо приглядываться к окружающему миру и быть богу благодарным еще немножко попросить чтобы помолились его звать этот Степан Стив может быть чтобы приехал и второе или третье у нас завтра Рождество я так подумал сделать открытых дверей у кого дети есть позвоните даже если не верующие скажите у нас детский концерт богослужение если вы желаете можно прийти не звать а оповестить по телефону потому что здесь дети могут отдохнуть попытаться услышать что-то мы не зовем потому что относительно нашей общины было сказано никогда не звать а день открытых дверей можно сделать хотя бы раз сейчас скажу об этом вчера мне позвонила вот этот вот скринник поблагодарила за молитву Елену а я ей сразу скинул можешь приехать и только со всеми чтобы ребятишек не так половина там половина здесь тут будет обед видно знак что прочитали а ответа нет я начинаю размышлять а почему нет ответа а то что мы до крещения ее не допустили она страшно обиделась и девчонку из лагеря сразу вырвала я говорю ты не проходила у нас соглашение и то другое а сейчас то что она не отвечает я думаю разделение потому что старший уже большой и могло быть так что ну поедем нет вы же там готовились где-нибудь в Покровском или где и тоже так помянуть чтобы Господь как-то устроил и не было ну лишнее я даже думал если приедет маленько что-то там уделить из продуктов но ответа нет и я напрашиваться не буду видите каждый день ставят перед нами какие-то вопросы и нужно смотреть на это ну не своими только глазами я спросил вас Дробот вы думаете о том что я сказал найти эти уроки эти диски и начать занятия я пока не знаю подумал я не понял я пока не знаю я подумал ну ты не знаешь не знать надо я желание спрашиваю хочешь и не ну хорошо если вы переводить будете все разве это плохо это специально-специально кусок хлеба тебе тем более вы отец глухонемой как это я не знаю мне не надо это я Светлана приходил давал уроки диск стало написано по одному жесту я тебе буду показывать Лев, покажи как тигр да ничего не знаете а они все переводят это на 95 языков переводят от переводчика такого нету махать руками чтобы я зарядил и как-то помахать что-то другому надо живой человек чтобы там сидел и говорил ну вот так если ты знаешь можно это еще скажите да я спросить хотела на месте как раз Сережа и вы предложили сами женщина которая смотрит постоянно она живет в Барнауле она оказывается меня там узнала и меня нашла и говорит мне хочется с вами поближе поэта я хочу купить книги можно как-то это сделать я вот Сергея хотела как вот так привезти я хотела домой а потом думаю ну как-то так не надо пока домой пусть она тут если вы разрешите ей прийти на праздник вот допустим завтра уже разрешили можно скажи по форме одетой да это она знает платье чтобы как было а у мужчин обязательно чтобы он в поясе папиросы если он курящий чтобы не курил хотя бы день чтобы от него не было запаха и с собой не брать все условия очень простые мы это правило держали в университете некоторые не послушали два-три раза замечание и мы отказали им ходить почему там строгая дисциплина иначе нам бы отказали там быть он стоит в коридоре курит студенты даже на улице не должны были на этом только уйти куда-то в сторону позови позови сестер позови стол готовим ты открой дверь там надя надя с галей выйдите пожалуйста на недолго я хотел сказать что вот у нас три четвертый год вот сейчас не было не было снега поэтому не было горы вот сейчас построили горку великое дело свершилось при строительстве присутствовало два зайдите сюда ребята два наших брата младших и они даже не ожидали что так делается да и многие из вас если не посмотрят ролик не поймут даже как это делается горка делается очень странно если показать это где-то в странах где всегда тепло они скажут что их безумие какое-то потому что чтобы сделать горку нужно брать воду и мешать ее со снегом эту воду и только так получится горка если так не делать не получится ни льда никакого ничего вот ребята они там пытались у себя это делать и даже не поняли что оказывается оно мешается сейчас поняли Ваня очень удивился ну там один ролик есть я там учил разуму ребят потому что больше тупости и глупости конечно не сыщешь как там папа их учит не знаю как никак особенно про Ваню не скажу Ваня он смятливый он сразу понял лучше по меня не попадать а этот молодой ничего не понимающий как щенок бегает хвост туда лапу сюда хоть куда бегает этот стоит лопатой нагружает туда забрасывает много надо бросать бросали считай полтора часа чтобы накидать сколько были Андрей был Головач Валерий был Сокольский Володя был ну на меня внимание не обращайте я направляющая движущая сила и двое их представьте лопат не хватило две лопаты сломали так что вы сами понимаете это не просто и самое интересное я это говорю Володе звоню Володя что завтра горку то делаете нет не делаем никого нету ну понятно Марине Марине кричу Марина там что тут за компьютером у нас что там какая завтра погода она 23 градуса днем 16 это самое такое дело горки звоню Володя вода есть ну пока есть ну здесь же воду надо будет в Калуке у них перемершая вода сейчас все перемершая и вот в тот момент есть вода я отлично вода есть звоню так Андрею Валерий тут согласился ну многие не согласились конечно кто-то сказал не знаем но не приехали самый главный это у нас конечно Валерий но оказалось и Андрей без него как без рук все вы думаете как всегда я сюда приезжаю вся машина заморожена думаю что такое у меня в машине температуру включает 33 градуса вот тебе 23 на десятку уже ближе Володя вода то есть да есть вода все пока горку делали Володя ну уже там пора в час побежал за водой побежал за водой приходит нету воды перемерзла все а это снегом набросанное красиво сделанное это ничего не даст никто кататься не будет нужна нужен лед лед а как его сделать снег мешать с водой вот это такое безумие наше сибирское но без этого никак и что ну выход из положения отличная машина брата на машину и поехали искать воду тут по округе и вот братья искали воду искали ездили действительно столько времени затратили на это хорошо что был мороз с одной стороны плохо с другой стороны хорошо почему потому что корку можно делать меньше то есть если теплая погода корку нужно сделать может даже до 10 сантиметров вот эту ледяную это надо много воды а когда мороз большой брат просто брат Валерий занимается разглаживанием горки он только раз раз шмык шмык лопату бросил раз раз уже полметра сделал раз и быстро так и воды не очень много ушло ну там всего сколько литров может 150 молодцы слава богу и поэтому я хотел чтобы что сделал это для сестер сестер особенно у кого дети вы пожалуйста уже раз такое дело завтра будет не очень холодно тепло 7 раз ну да ну тут не будет 7 конечно ясно тут может 10 будет ну возьмите с собой всякую одежду для детей и всякие вот эти купите сегодня вот такие вот сегодня для катания пускай они покатаются с горки ну чтобы не зря все это ребята у вас есть каталки какие-то привезете завтра мы возьмем свои ага ну берите как нужно больше каталок потому что им берешь далеко тоже тащить и одежды возьмите им чтобы они спокойно вышли после как концерт пройдет и покатались трапеза будет покатались от души потому что ну не каждый год оказывается мы можем это себе позволить вот в этом году Господь вот так сделал что собрал братьев и главное что самое главное для меня что были два брата у нас подрастающего поколения которые которым мы передавали передавали опыт и вот по этому опыту вот это я все получаю там ну я все знал что это будет но я по другому никак не могу иначе его просто не остановить он может играться сколько хочет бегать как дикий осленок туда побежал на горочку там брюшко погрел там пробежался через ручей к прыгнул грязи какой-то заврал этот стоит кидает он ему вот с этим сапком большим бегал-бегал привез вот такую кучку ну может два кулачка моих и он по костюму двору бегает я говорю ну что как заведен и бегаешь ничего нету я говорю ты греешься что ли просто ну там все это можете посмотреть там я все это говорил ему я говорю ну туда пойди гляди вот там снежок есть там снежок я говорю ты что не видишь где снег есть что ли везде есть снег он не видит хорошо что вы меня всегда останавливаете благодарю вас а то я не знаю когда закончить братья и сестры я вас благодарю за молитвы о моем тесте Викторе кстати и прошу продолжать молиться он живет у нас теперь потому что вот случилась такая ситуация когда он сломал шеверку бедра прооперировали его я ему говорю вот вы знаете Виктор Ильич вас Господь вот терпит еще на этой земле и благословение посылает потому что еще год назад вы бы лежали прикованными к постели и имели бы различные осложнения неизвестно как бы все закончилось скованными да вот на том месте где он это было вот когда они как-то пришли все еще к нам в гости и мы с Никитой сидели за столом только что поели и Никита как-то вроде кинулся к нему потом говорит что нужно помнить что нужно помолиться после того как принял трапезу после трапезы помолиться и он стал молиться дед его сразу тут выдернул ты чего тут начинаешь это в общем и на том же самом месте он сейчас сидит и с нами трапезничает и встает и говорит спасибо вам и Богу спасибо вам и Богу и все время теперь когда он сидит за трапезой он говорит мы молимся он встает не крестится но встает встает и значит во время молитвы встает стоит и говорит я с вами жена дает ему слушать лекции Осипова он вроде как слушал ну и вот какие-то подвижки есть но у него все это конечно там каша в голове естественно очень сложно так что это понятно что очень сложно но он в своем разуме он все помнит то есть ум него светлый поэтому один Бог только знает что может случиться да Игнат Ильич я хочу сказать будьте очень осторожны со словом Божьим никогда не прибавляйте где бываете вчера мы шли подает женщина одна там около Неонелы Щукиной на машине и там у нее молоко и прочее у нее где-то отдельно там она две коровы дальше свиньи я все расспросил и все записали в ней и цена ее дешевле потеряется на 20 рублей почему вот она рядом а эти везут за 150 все как есть слово Божье еще не прибавляйте вот выступает Архимандрит книги написаны могу даже назвать кто это сказал Архимандрит это удивительно так вот поток был и Бог заранее предупреждал как предупреждал где он говорит а в это время ходили люди по всей земле с кувшинчиком и всем говорили выпей выпей ну нигде нет этого ну нигде люди курят это означает сгорит земля и все на ней поэтому все курят заранее разжигают огонь но надо маленько смотреть к Слову Божие нет этого ничего вот такая трактовка это не прозрение какое а просто каламбур люди говорят добавляют Слову Божие нет сгорит потому что сгорел Содом они были прожигаясь похоть и гнут на друга и теперь это везде гей-парады идут вот это как Андрей Ткачев об этом говорит священник это близко похоже потому что там за это и грех остался тот же самый об этом как раз меньше всего сказали кататься катались всегда маленькая такая только сесть вот такая маленькая была как а сейчас сделали такие большие как ванна он садится и ногами не тормозит и несется в два раза больше я посмотрел на елки здесь и то кто-то работает сами додумались и опять где-то своровали эти атомные бомбы не знаю везде что-то есть прогресс ну и прошу молиться о моем сыне обращаюсь ко всем братьям и сестрам которые сейчас слушают нас смотрят о грабе Никите братья о моем сыне помолитесь чтобы Господь эти тернии которые этот же дед с бабкой насадили и мы может быть родители да и наверняка дали где-то соблазн вот чтобы Господь изъял эти тернии чтобы он обрел истинную веру Виктор Андреевич ну скажем так что ну не вы один были он сюда приходил тут были братья разные можно было общаться но он сейчас ходит тоже я бы с удовольствием с ним общался но у него некогда человеку что-то говорить сколько я сколько Миши говорил Миша пойдем с нами за благовестие потом потом не хочу пойдем ближе будешь к нам к верующим людям хорошо ты здесь помогаешь помогай молодец все иногда можно не помогать тебе помогут еще быстрее сделают пошли на благовестие я забыл сказать Михаил Петрович мы за тебя все молились ежедневно и ты сидишь ну хотя бы слово какое-то скажи что ты не умер ну встань поблагодарили или что-то ну понятно где ты был болезнь расскажи благодарю всех за молитвы я впал в свой старый грех больше месяца нигде не был ни в церкви нигде последние две недели провел в больнице ну в общем пришел в свои чувства опять пока только посещаю храм да поможет тебе Господь избавиться полностью от этого но поможет не врач однозначно врач никакой врач тебе не поможет никакое кодирование ничего тебе не поможет я не кодировался я не кодировался потому что знаешь это близко как со сенсорикой этим я не занимался никогда ну значит у тебя еще есть совесть есть еще так еще у кого есть слово все заканчивать будем трапеза занятия трапеза ну как всегда и завтра тоже не забывайте достойно есть я кого истину бложить и я Богородицу пресно блаженную и пренепорочную ты ты Матерь Бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафим безыстрения Бога свого родшую сущую Богородицу Тебе обречаем Господи защити Родину нашу от нашествия на племенников от внутренних расприй от беззакония которые втали не останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих также посвяти и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покажутся в неближении своем и проповедовать смело и инославным об Иисусе Христе Господи праведны суды твои над Россией за то что оставили тебя и слово то изреченное святой Библии прости нас Господи владыка жизни что закрыли имя твое Бог и Егова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Алва Отче Господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твои тебе хвала слава чести и поклонения Пресвятая Троица Отец Сын Святой Дух Аминь Аминь Слава Слава Аминь 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 Аминь